Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами разбираем разные сериальчики и говорим про те сериалы, которые, может быть, вокруг вас никто не смотрит, а еще, может, и даже не показывают. Говорят, что на РФ и вообще этот сериал может не выйти из-за того, как они обозревают вопрос с войной. Там пираты даже слово «война в Украине» заменяют на СВО. Все еще сцикают, все еще страшно. Но это не будет полноценный обзор. Я не буду идти по сценам, разбирать персонажей, как мы это обычно делаем, потому что и просмотров мало. Здесь такое имха мнение. То, к чему побудило. И здесь меня даже побудило не то, как там, о, шантажируют, может быть, это русские, они хотят с нас деньги стряхнуть. Мы не дадим им эти деньги, потому что они будут использовать эти деньги в войне против Украины. Да, как бы это такая большая тема, о которой здесь говорили. Но, но самая большая тема здесь, которую мне хотелось бы с вами обсудить и, может быть, развить эту тему в комментариях, о том, что находится в интернете и насколько ты можешь считать, что это твое частное, личное. Где эта грань? Что когда ты делаешь какую-то фоточку голенькую, где эта тонкая грань, где ты считаешь до сих пор, что это только твое, и никто не имеет права больше этим воспользоваться, потому что ты сфотографировал только для себя. Есть ли еще такие наивные люди, которые думают, что сфотографировавшись в интернете, это никогда никто и ни при каких условиях не увидит. Вот эта тема, наверное, самая важная в этом эпизоде, которую нужно обсудить. Вообще, опять-таки, я повторюсь, чем мне нравится этот сериал, то, что он поднимает такие злободневные вопросы. По просмотрам, ну, тухло, ребят. Если, допустим, у нас прошлый сезон, даже вот тут 2000 голосов, пускай финал там слили, да, там вот эта серия была более-менее сильная. Я, кстати, что-то оценки не проставил или не сохранились на прошлый сезон. Но, тем не менее, по 2000 человек голосовало. А тут либо еще не успели люди посмотреть, ну, мало оценок, мало. Либо через недельку зайдем, глянем, что здесь будет. Давайте поговорим на вот эту самую большую тему. Серия называлась Ghost in a Machine. Тут такая себе игра слов и понятий. Призрак в машине. Вообще, это употребляется Бог в машине. Когда, вот знаете, у нас в русском языке есть такой термин рояль в кустах. Когда вдруг что-то происходит, что-то вот выкатили. Никто не ожидал, но опа, случилось. Есть примерно такая же фишка. В английском языке говорится... Вообще, это... Если я не ошибаюсь, это вообще идет из древней культуры, что там Бог в машине. Что вот в последний момент что-то случается, какое-то божественное вмешательство, что-то изменяется. Здесь вот такой вот обыгрыш, призрак в машине, что кто-то контролирует, захватил сеть. Ребят, про такое сериалов было, ну, много. В том же самом Анатомия страсти у них захватывали, больницу контролировали. Потом недавно я смотрел сериал 9.1.1, Lone Star. Там тоже мужик, он требовал, чтобы срочно сделали пересадку сердца, челегких, своей жене. И там донор был подходящий. И вот он захватил тоже весь госпиталь. Сказал, что только моей жене там пересадку. В принципе, тема не новая с тем, что хакеры пытаются захватить. И это большой такой вопрос, если вдруг кто-то захватил твой аккаунт и говорит, что вот я сейчас солью всю твою информацию, всю твою переписку, заблокирую. Некоторые платят, некоторые не платят. И часто говорят, что нельзя договариваться с террористами. Потому что, господи, сказал это слово, сейчас еще YouTube прицепится. Если ты договариваешься, идешь на уступки тем, кто к тебе придирается, вот требует что-то от тебя. Если ты заплатишь ему один раз, другие посмотрят, о, так и мы так будем делать. Поэтому есть такой термин, что с террористами переговоры не вести никогда. И вот тут точно так же. Все началось с того, что с ракеты пропала связь. А потом по всему каналу пошли проблемы. А еще оказывается, что за всем этим может быть стоять Илон Безос. Будем называть его Илон Безос, потому что он такой. Собирательный образ и Безоса, и Илона Маска. Опять-таки, я не разбираюсь здесь всю политическую кухню, кто кого, где какая жаба-гадюка, кого пытается подставить, где как накрутить деньги. Не для этого здесь собираемся. Но вот эта тема, когда сливается видюшка, которая была сохранена в письмах, где Брэдли отправила своей любовнице свою видюшечку, где она там, видать, в негляже. Это видео сначала попало к начальнику, а теперь может стать общим достоянием. Как она чувствует себя в этом вопросе уязвимой? Вообще, конечно, тема того, мы поднимали это у нас в чате 18+, Плюс, если вдруг у вас есть какие-то фоточки или видео интимного характера, и вы переживаете, ой, а вдруг сольют, а вдруг... Просто не делайте таких фоточек, не делайте такого видео, потому что сколько уже было таких ситуаций. Та же самая известнейшая актриса Дженнифер Лоренц, да, ее фотки поутекали в сеть. Потом известный такой, этот актер, который... Господи, Дэймон, он же и доктор кто? Там его фотки с флангом, с его девушкой или там жена, они стоят вместе с фотографированием, с голенькими. Все это утекло. Каждый раз, когда кто-то там... Ну, про Панина мы вообще ничего не будем говорить. Вот, но каждый раз, когда люди что-то записывают для своего там домашнего пользования, отправить к своему любимому, своему возлюбленному там или еще кого-то... Есть тенденция в интернете. Все, что есть в интернете, нельзя считать в безопасности. Если хотите в безопасность... Даже, опять-таки, мы обговаривали эту историю в эйфории, что там был скандал, когда несколько фотографий реальных, никакого тебе интернета, реальные фотки были утекли у Мадонны, где она баклажан там жмакала и покусывала. Все ушло, но она смогла выкрутиться из этой истории, там ее песня была. Склоняюсь на колени, как будто бы молюсь. Ну, мы в эйфории эту тему больше, более подробно разбирали. Потом, ну, бывали такие случаи, вроде бы, что-то на жестком носителе. Буквально недавно про Памелу Андерсон мини-сериал был, в котором Золушка снялась и Зимний солдат они сыграли в этом сериальчике. Тоже, ну, записали себе кассету любительскую, а кто-то нашел, добрался до кассеты, растиражировал, и потом денежки на этом делали. Ребята, всегда, когда что-то снимаете, что-то записываете, это все пойдет в сеть. У нас тоже есть чат 18+, но кто-то знает, дни моргайки бывают, случаются в 18+, во время прошлого Рождества, там даже фотки были, некоторые очень взрослого такого направления были сделаны, выложены. И, ну, тоже разговаривали, говорят, вот, дядя Вова, как-то у тебя двое детей, ты не переживаешь, что вдруг работаешь на такой компании, кто-то, да, станет, сольет. Ребята, опять-таки, у меня подход такой, что каждый раз, когда, если есть какая-то фотография, если есть что-то, то я прекрасно понимаю, что это может стать общим достоянием. И у меня подход к этому всему такому. У меня тоже инстаграмчик есть, инстаграмчик семейный есть, инстаграмчик такой, там, ничего запретного не увидите, ну, такая вот, открытые какие-нибудь фотографии есть. И говорят, а что, если твои дети увидят? У меня к этому подход такой. Может, вы знаете библейская история, сейчас кто-то, а ты определись, либо крестик с ними, либо трусы наденем в таком плане. Но нет. В Библии есть такая история про то, когда Ной, может, слышали, Ной в ковчег, они там плавали, плавали, плавали. Потоп сошел, он посадил виноградник, виноград наделал себе венца, решил напраздновать. И так хорошо напраздновался, что голенький прям уснул в шатре. И приходят дети его. Один пришел, увидел голенького папу, начал с него ржать. Ой, говорит, батя набухался, голый лежит, хозяйство вывалил, все. А другие два брата пришли и аккуратненько, аккуратненько папу прикрыли, закрыли одеялком. И смотрите, Бог наказал не Ной, который набухался и голый валялся, а наказал именно сына, который пришел, посмотрел и поржал со своего отца. У меня подход вот точно такой же. По крайней мере, то, как я объясняю своим детям. В интернете полно всякого непотребства. Не только моего, а вообще каких-то звезд, каких-то там фурн-сайты или еще какие-то сайты, где что-то есть. И все зависит от вас, дорогие дети. Либо вы закрыли это и двигаетесь дальше по жизни. Это кто-то сделал. Судить будут не того человека, который сделал вот это, а того, кто пришел, посмотрел, поржал или там получил какое-то удовольствие. Так что лучше закрыть и уйти, если ты считаешь, что это то, что тебе не нужно. Это у меня вот такой вот подход ко всей вот этой вот ситуации. Естественно, для Брэдли это сейчас шок и кипиш. То, что она представляет две страны сейчас в Америке. Ее слушают здесь и республиканцы, и демократы. Она вот такой вот символ. и она понимает, что если сейчас вся ее лесбийская история выйдет наружу, ну, по истории она бисексуалка. Она и с теми, и с теми может быть. Но если эта история выйдет наружу, то от нее могут отказаться правая сторона зрителей. Вообще, конечно, мне интересно. Сериал поднимает темы. Вот это вот вторая тема, о которой я хотел бы поговорить в ключе этого эпизода. То, что навела. Как мы дошли до такой жизни, что есть страны, которые запрещают такие сериалы. Например, был же сериал Кекс в большом городе. Все его смотрели, все обсуждали. Ни у кого никаких проблем не было. Никто на эту тему не возмущался. Потом были группа Тату. Был этот Шура. Все плясали, все танцевали, никому не было дела. Вчера тоже у нас был игровой стрим, мы заговорили на эту тему. Верка Сердючка, у нее есть песня. Чен Эвмерла Украина, если мы гуляем так. С этой песней, этой песней, читай, дритой, Верка Сердючка выступала в Кремлевском дворце. Люди слушали, люди подпевали, люди хлопали, несли цветы, и ни у кого не было никаких проблем. Но та дичь, которая происходит, ну невозможно людям со здравым смыслом сегодня сказать, то, что происходит в РФ, это нормально. То, что запрещают сериал, который правдиво говорит про войну, который говорит о том, что именно Россия напала на Украину, о том, что Пукин все свои деньги сейчас пытается влить туда, сколько бедных уголков существует на территории России, где можно было сделать дороги, сделать туалеты, проводить газ, сделать школы. Нет, деньги идут вооружения, вооружения для того, чтобы нападать на соседей. Вот приезжают дамбят бамбас. Все, вот это вот. И теперь борются со скрепами. Да в этом половина, половина в Кремле там все с радужными значками должны ходить. Если не они, так их дети. А все борются, борются. Вот это не скрепская. Барби не скрепская. Оппенгаймер не скрепский. Вот это не скрепская. Здесь тоже все такое. И про этих говорят накручивают народ для того, чтобы показать, кто главная проблема. Что главная проблема не то злобный карлик бункерский, который из людей все соки пьет и соседей убивает, а то, что вот проблема Голливуд со своими сериалами, которые про это говорит, поднимают вот такую вот тему с повесткой. Капец какой-то. Капец. До чего докатились? До чего докатились? И к чему это все приведет? Не знаю. Но вот это вот такие основные мысли, которые у меня вышли по поводу этого эпизода. Интересно, кстати, персонаж новый появился. Какой-то спецагент, который находится в Киеве. И он разговаривает по телефону с продюсершей. Вообще, конечно, молодцы, что в этом сериале вот привязывают его к последним современным событиям. В общем, пишите в комментариях, как вам понравилось, не понравилось, что вы думаете вообще про то, когда у кого-то там фотографии какие-то забирают и пытаются шантажировать тем, что хотят эти фоточки где-то слеть. вот это главная тема. Все, не обзор, имхо мнение, спасибо спонсорам, спасибо всем, кто ставит лайки и пишет хорошие комментарии. Все, еще с вами увидимся, пока-пока.